Всем привет! Вы на канале Кругосветка Стретьяковой. Приглашаю прогуляться по Анапе и окрестностям. Покажу вам уже легендарного отдыхающего и корабль Алые Паруса. Русские ворота, с которыми связана героическая история русско-турецких войн. В Гаргипии перенесемся в античные времена. И наконец доберемся до самой головокружительной достопримечательности. 800 ступеней к морю и скалистому дикому пляжу. В какой бы части Анапского побережья вы не отдыхали, рано или поздно захочется исследовать территорию за пределами песчаного пляжа. Я еду в центр Анапы из Витязева. За окном сначала большие детские санатории, а потом отели с огороженной территорией. Пионерский проспект, самая протяженная улица Анапы, идет вдоль побережья. Тянется от въезда в курортный поселок Витязева до реки Анапки. Длина проспекта почти 10,5 километров. Начать знакомство с Анапой предлагаю с центрального пляжа. Как ни крути, все отдыхающие сначала хотят увидеть именно его. Если до центрального пляжа Анапы вы добираетесь из Витязева, Аджемете, других районов курортных, то можно доехать на 114 автобусе, выйти на остановке Краснодарская, на ближайшее к центральному пляжу, и вот идти в направлении моря. Ну, такая, знаете, городская, типичная улица. Здесь вот нет уже такой прям курортной атмосферы, даже такой прям город-город. Такой типичный для всех сейчас больших курортных городов и пляжей парк Акадзо. Пока здесь не так много народа, всего 10 утра. Есть, видите, здесь и горки, и какие-то машинки, карусельки. В общем, будет чем заняться. Ну, здесь вот в центре Анапы отдохнуть от мегаполиса точно не получится. Правильно я сделала, что поехала все-таки в Витязево, потому что здесь прям такой город-город. Транспорт, шум такой городской, несмотря на то, что очень раннее еще утро. Я думаю, что ко второй половине дня будет здесь еще жарче. Ну, вот, смотрите, зато развлечений много разных. Крокодиловая ферма, бомеран. Ну, в общем-то, для тех, кто живет в небольших городах России, может быть, будет и интересно в Анапе именно отдохнуть, как в таком городе, где много развлечений для детей, для взрослых, чего здесь только нет. Вот, пожалуйста, справа от меня караоке огромный. С этой стороны тоже хинкальная, пожалуйста. Такое количество цветов, просто каждая улица, как такая аллея роз. Шикарно. Одна из улиц, по которой можно дойти до центрального пляжа – Гребенская. Ура! Добралась я до центрального пляжа Анапы. Узнаваемая достопримечательность Анапы – арка у входа на центральный пляж города-курорта. Несколько поколений анапчан знают ее. Возраст конструкции приближается к 70 годам. На самом пляже в разгар сезона очень многолюдно. Центральный пляж всегда был и остается одним из самых популярных на курорте. Большой обзор всех пляжей Анапы уже есть на моем канале. Если интересно, ссылка в описании. Рядом с центральным пляжем находится самый большой открытый развлекательный комплекс Анапы – аквапарк «Золотой пляж». Работает до 30 сентября. Взрослый билет на целый день стоит 2200 рублей, детский – 1300. Но нас с вами интересуют бесплатные достопримечательности. Направляемся к морскому порту Анапы. Сам по себе морской порт заслуживает отдельного внимания. Можно сесть на лавочку или прогуляться по центральной набережной, любуясь яхтами, катерами, теплоходами. Порт принимает как пассажирские, так и грузовые суда. Еще объект один обязательный для посещения – это вот этот парусник, алые паруса. Находится он перед музеем Гаргиппе. Ну, естественно, там всегда очень много детей, очень много желающих сфотографироваться. Но при желании, я думаю, можно выстоять очередь и сделать такие памятные фотографии. За алыми парусами на набережной улице расположились художники. Можно заказать свой портрет или шарш. Ну, а главная достопримечательность этой части Анапы – античный город Гаргиппе. 2000 лет назад это был крупный торговый порт Боспорского царства. Анапа вполне может отсчитывать свою историю со времен Гаргиппе. Например, западные города Париж или Рим не стесняются и ведут отсчет своего возраста с античных времен. Хотя, к примеру, нынешние парижане к галам отношения не имеют. Так что по этой логике Анапа основана в IV веке до н.э. Фрагменты зданий можно увидеть и с набережной. Самая такая, на первый взгляд, востребованная экскурсия – это осмотр вот этого раскопа и главный зал с находками. Два таких билета будут стоить 450 рублей, а общий, включающий 6 экспозиций, стоит 500 рублей. Разница небольшая, всего в 50 рублей, поэтому все, в общем-то, соглашаются и посещают все экскурсии. Место приятное здесь, особенно вот в такую не жаркую погоду, когда нет палящего солнца. Видите, ступени здесь вот эти есть, но они именно для сотрудников, для археологов, такие не для посетителей. Посетители вот за это ограждение не могут заходить. Смотрите, как хорошо сохранился вот этот колодец глубокий, с перекрытием. Лестницы, которые вели в помещение. Фундаменты, фрагменты стен. Вот еще лестница. Греческий след на побережье Анапы, это не только гор Гиппи, а не только находки археологов, вот этот древний раскоп, но и остались потомки греков. Например, в Витязево до сих пор очень много семей, которые, в общем-то, являются потомками греков, переселенцев. Греческое население здесь одно из таких же равноправных, коренных, как, например, русские, украинцы, армяне. Так и греков здесь много. И в Витязево очень много даже современных таких, знаете, а-ля скульптур, да, домов, выполненных в греческом стиле в конце 90-х, в начале 2000-х. У меня есть выпуск про Витязево, про этот курорт. Я именно там остановилась на этот раз. Поэтому заходите, смотрите, я думаю, будет интересно. Раскопки некрополя Гагиппиа проводились в 70-е годы прошлого века, в советское время. Нашли некрополь Знати. Отличался он от обычного захоронения тем, что там были такие в скалах, в грунте выдолблены погребения, да, и внутри погребения еще и саркофаги с такими вот плитами. Но рисунки на плитах нельзя сказать, что это прямо произведение искусства, но своеобразные. Здесь такие скульптурные изображения, барельефы в виде воинов. Видимо, кто-то здесь погребен был в таких туниках греческих. Даже вот свой воин на коне. Ну, то есть, видимо, выбирали изображение в соответствии с тем, какое положение в обществе занимал тот или иной умерший. А вот впереди я вижу и сами саркофаги, сохранившиеся. Вот так они выглядели, да? Хорошо сохранился саркофаг, но на самом деле содержимое было разграблено задолго до 20 века, потому что Анапское побережье всегда. Кто-то дозавоевывал воинские какие-то армии, кочевники. Естественно, что саркофаги знати, в которых могло сохраниться что-то ценное, они вскрывались. Амазонку тут какую-то решили изобразить. Не знаю, насколько это тут уместно, но есть. Что есть, то есть. Фрагменты колонн. Ого, это фасад храма. Да, фасад храма. Жалко, что храм не сохранился. Вот, смотрите, что осталось от фасада храма. Дорические ордера ионические. Но это вот дорические ионические, это типы колонн. В архитектуре коринские. В общем, то, что изучалось на уроках древнеримской, древнегреческой истории, на самом деле можно и на территории нашей страны увидеть. Вот это вот коринфские. Фрагменты тоже досталось. Ой, какая красота. Смотрите. Отличная работа. Ионические. Это дорический, дорический стиль. А вот так эти колонны выглядели, когда они были целыми. Основание. Вся вот эта вот стопка. Верхняя часть. Смотрите, а вот на этой плите имена атлетов, которые участвовали в спортивных соревнованиях. И эти соревнования проводились в третьем веке до нашей эры. Очень давно. Горгипия далеко не единственный греческий город, основанный на территории нашей страны. Я также снимала в археологическом музее Таныс. Есть на канале Кругосветка Старесиковой большой выпуск из этого городища, из этого города. Такого, знаете, даже древнего мегаполиса. Почему мегаполиса? Потому что там жили выходцы из разных стран того времени. То есть туда приезжали действительно люди вот со всей Евразии на тот момент. Там тоже находят украшения, посуду, привезённые из древнего Египта, из Китая. То есть мнение, что раньше люди жили как-то обособленно, оно такое достаточно уже устаревшее. Судя по находкам, мир тогда был тоже достаточно глобален. И обменивались торговцы всевозможными изделиями, привозили из разных стран. И, конечно же, здесь, в Горгипии, прежде всего, это зерно, это вино, это также украшения, оружия. Казалось бы, столько десятилетий ведутся раскопки. Уже 50 лет, да? И всё равно ещё находят археологи много интересного. Ещё центральную площадь будут раскапывать. И там ожидают много интересных, сенсационных находок. Ну вот мне понадобилось на посещение музея где-то час десять, час пятнадцать, учитывая, что я посетила все экспозиции, медленно рассматривала раскоп. Поэтому полтора часа – это максимум, который можно закладывать на этот музей, если вы не суперэксперт, не знаток античной культуры, и вам неинтересны прям все детальки-детальки. И с экскурсией, и без экскурсии. Часа полтора, не больше. А мы направляемся на театральную площадь и затем к легендарным русским воротам. Они хранят память о событиях не такого далёкого прошлого. В общем, в Анапе можно сфотографироваться даже вот на таких вот лавочках. Главное не лениться, искать не только достопримечательности, но и интересные такие места, созданные для туристов, для отдыхающих. Ну, такие вот скамейки детям, например, вообще очень нравятся. Вообще, Анапа – это такой большой город со всеми пиццериями, кондитерскими, фастфудами, поэтому здесь можно провести целый день, гуляя по городу, но можно обозначить вот эти точки достопримечательностей. На театральной площади установлена триумфальная арка, которая напоминает о подвигах русской армии в годы русско-турецких войн. Вообще понадобилось 6 военных походов для того, чтобы Анапа вошла в состав России. Первые два похода в 88-м и в 90-м годах оказались неудачными. Потом Анапа входила в состав России и снова возвращалась в Турцию. Но в результате все-таки русской армии удалось одержать победу. И, в общем-то, об этом подвиге русского войска как раз и рассказывает вот эта триумфальная арка. По пути к русским воротам вот еще один монумент исторический бескровный Алексей Данилович генерал-майор казачий атамам Черноморского казачьего войска. Ну, как раз казачье войско очень большое сыграло роль в русско-турецкой войне. Поэтому монументы исторические как раз рассказывают о личности связанных с этим войском. Так, а вот у нас сами ворота. Русские ворота это не отдельный монумент. Это останки стен крепости, которая здесь находилась в начале 80-х годов 18-го века. Но от крепости остались только вот эти ворота. Сейчас закрыты ворота. Но, в принципе, тут и так все видно через решетку, а сам объект закрыт. Анапу в конце 15-го века захватила Османская империя. Произошло это при султане Мухаммеде II во время похода на Каф. Османы контролировали проливы и вели экспансию на всем Черноморском побережье. Если до турецкого ига Анапа была крупным торговым портом генуэсов, то при Османах здесь просто разместили военный гарнизон с караван-сараем и постоялым двором с трактирами. Анапа не развивалась и превратилась в Черноморское захолустье. Только после того, как Российская империя присоединила к себе Крым и Тамань, Османы усилили Анапскую крепость. Пригласили французских военных инженеров и построили крепостные стены с семью бастионами. Нарастили артиллерийскую мощь. Но русская армия крепость все-таки покорила. Анапа была окончательно присоединена к России по Адрианопольскому мирному договору 1829 года. А в 1846 году указом Николая I Анапа включена в состав Черноморской береговой линии и получила статус города. Если в 2013 году в Анапе и Анапском районе проживало около 160 тысяч человек, то в 2023-м почти 204 тысячи. Похоже, все теперь хотят жить у моря. Кто-то переезжает в саму Анапу, а кто-то в расположенные рядом хутора и станица. В 20-м веке Анапа стала главной детской здравницей страны. За последние годы популярность курорта возросла у всех категорий отдыхающих. В 2008 году в городе появилась вот такая жанровая скульптура памятник отдыхающему. Она быстро превратилась в один из неофициальных символов города-курорта. Желающих сфотографироваться рядом так много, что даже пришлось вводить штраф за попытки забраться на скульптуру. 5 тысяч рублей. Отдыхающий комфортно расположился у реки Анапки, недалеко от пляжа Футини. Здесь же у спуска к реке влюбленные вешают замочки на счастье, а может загадывают желание вернуться в Анапу. Если хотите поддержать канал донатом, заглядывайте в описание. Сегодня доберусь до самой головокружительной достопримечательности. Пройду 800 ступеней к морю и покажу вам невероятно живописный дикий пляж. Легендарные 800 ступеней находятся в местечке Супсех. Это юго-восток Анапы, самое начало Кавказских гор. Анапа большая, состоит из четырех городских округов северного, южного, западного и восточного, одного поселкового округа Витязевского и девяти сельских округов. Я еду до конечной остановки 114 маршрута. За окном жилые микрорайоны. Горгипе, микрорайоны 3А и 3Б с новой жилой недвижимостью. Здесь хорошо видно, что Анапа активно застраивается. Растет и численность населения. Многие сейчас хотят жить у моря. Супсех поселок престижный. Сейчас здесь много новостроек. И это в основном вот такие особнячки. Вот такие здесь домики стоят. Кстати, больше похоже, что вот эти дома, они для себя построены, а не для отдыхающих. Что-то вот еще строится. А это смотрите, в таком прям византийском стиле себе строят. С куполами с какими-то. Вот тоже домики красивые. В этой части Анапы прям такие симпатичные, аккуратные домики. Знаете, такое ощущение, что вот Швейцария, Франция, что-то такое. Не знаю, пока, в принципе, ничего сложного. Но будем надеяться, что дойду быстро. Если будете добираться на такси, то такси подвозят туристов вот сюда, до этого места. А дальше тоже нужно будет идти пешком. Смотрите. Ну вот тут какая-то газовая труба. Выходят дальше пассажиры и уже пешочком. Пешочком. Проезд перегородили не случайно. К сожалению, несколько раз автомобили падали в обрыв. От остановки шла. Ну я, наверное, минут 15 шла, потому что останавливалась, фотографировалась немало. Если идти просто не обращая внимания, да, на эти местные красоты и достопримечательности такие, да, то дойти можно за 10 минут. Близко тут. Вид с горы открывается сказочной. Лазурная необъятная гладь. С этой точки Анава как на ладони. Ветер на вершине очень сильный, порывистый. Даже смартфон нужно держать максимально крепко. А от красивой фотосессии, конечно, удержаться невозможно. А вот к бирюзовой водичке, в отличие от центральных пляжей курорта, здесь добраться не так-то просто. Идем к достопримечательности 800 ступеней. Друзья, проверьте, подписаны ли вы на канал Кругосветка с Третьяковой. Не забывайте про лайки и комментарии, которые очень помогают каналу развиваться. Лестничные пролеты со смотровыми площадками и скамейками для отдыха проложены прямо на отвесной скале. И правда захватывает дух. Что-то говорить здесь бессмысленно, потому что жуткий, порывистый ветер, так что это было просто показывать вам все, что просто здорово. Здесь добрые люди оставили отметочку 700 метров. 800 ступеней точнее. Если сами решитесь посетить 800 ступеней, будьте максимально внимательны и осторожны. Немало ступеней в аварийном состоянии. Вогнуты, проржавели или просто отсутствуют. Вот смотрите, у меня 37 размер ноги. И моя нога, она на эту ступеньку не умещается. А еще есть ступени, которые, знаете, такие уже вогнутые, прям сильно прогнутые, как горка. Вот на этом участке прям максимально осторожно нужно быть. Когда мы спускаемся чуть ниже в ущелье, тут уже немножечко ветер утихает, но все равно он достаточно сильный. Я думаю, осенью вообще, наверное, закрывают эту достопримечательность, потому что если летом, то есть такое витрище. Сразу скажу, людям с боязнью высоты и прочими фобиями лучше сюда не соваться. А смельчаков ждет награда. Сначала головокружительные виды, а потом дикий пляж. Вот, смотрите, уже видно начало пляжа. Как раз эти 800 ступеней ведут на пляж. Сейчас до него доберемся. Здесь еще одна смотровая площадка, походу. Там тоже стоит постоять. После переполненных отдыхающими пляжей Анапы здесь чувствуешь себя, как на краю света. Полное ощущение свободы. Я пришла рано утром и поймала тот прекрасный момент, когда на пляже никого не было. Картина навеяла воспоминания о душевных скалистых пляжах Мальты и Корсики, благословенных временах, когда мы свободно и много путешествовали. Но и без ассоциации с другими уголками мира скалистый галичный пляж Черного моря сам по себе прекрасен. Здесь можно слушать ветер и погреться на теплых камнях. В полудню пляж становится оживленным. Откуда-то появляются прокат сапов и вырастают палатки с отдыхающими. А кто-то просто любуется красотой, не отходя далеко от ступени. Мои рекомендации тем, кто захотел покорить 800 ступеней. Идти сюда лучше в утренние или вечерние часы. В полдень на склоне вы будете чувствовать себя как на раскаленной сковороде. Питьевую воду можно купить у парня возле самого спуска. Тяжелый груз с собой лучше не брать. Обувь должна быть максимально удобной и точно не скользкой. В воде наступайте на гальку. Большие камни, хоть и кажутся надежными, на самом деле очень скользкие. Во время спуска и подъема делайте остановки на площадках и скамейках. Если устанете на самой лестнице, будете создавать помеху движению. А туристов здесь к обеду становится много. В общем, реально оцените свои физические возможности, прежде чем покорять 800 ступеней. Лично я после этой достопримечательности еще немного прогулялась по субсеху и поболтала с местными. Субтитры создавал DimaTorzok и распродают частями. Рядом строятся симпатичные стильные домики. Эта часть Анапы становится все дороже и престижнее для проживания. Вот такая вот симпатичная улица Прибрежная. Там, по-моему, как раз вот эта дизайнерская, тоже очень хорошие домики. Здесь вот жить одно удовольствие. Небольшая асфальта нет по местным анапским традициям. Но тут, я думаю, люди особо от этого не страдают. Если хотите поддержать канал донатом, заглядывайте в описании. Друзья, в следующем выпуске отправлюсь в Тамань на грязевой вулкан Гефест, а дальше к Азовскому морю. Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение путешествий. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok